Добрый день! В эфире Кинопанорама с Юрием Рязановым и в гостях у нас режиссер, соавтор фильма про Петра и Павла Юрий Юрьевич Попович. Зачем люди убивают друг друга? Кто был автор идеи фильма? В титрах так и значится. Автор идеи Юрий Малиновский. Это оператор киностудии Горького, человек, который, к сожалению, уже ушел из жизни. Фронтовик, человек, который эту историю, по сути, привез с фронта. И, очевидно, она его мучила многие долгие годы. Когда за нее уже я взялся, мы старались все-таки искать и дополнять ее не просто вымышленными какими-то фактами, а как раз фактами документальными. Ну, приведу один лишь пример. Когда в финале картины Пашку допрашивает особист, и Пашка рассказывает про то, как он попал в плен. Так вот этот рассказ — это реальный рассказ. Ну, единственное, не мальчика, а девочки. Женщина, которая жила в Севастополе. И 7 мая 44 года, то есть за два дня до освобождения Севастополя, их угнали немцы, посадили на баржи и везли по морю. Это вот действие происходит в Германии? Нет, это действие происходит в Германии, но снимали мы в Беларуси. Мы нашли здание вокзала. Это реальное здание, построенное сто с лишним лет назад. Городок Молодечно, сто километров от Минска. И вот мы три дня, организованно всей съемочной группы, выезжали туда. Вокзал наш замечательный художник Сергей Грудинин со своей командой превратил в то, что вы видите на экране. Усадьба, то есть вот эта мельница — это вообще выстроенная в чистом поле. Декорация, никто нам не верит, но это декорация. Юрий, а как удалось добиться вот настолько лиц, детей, ну, изможденных? Я бы, конечно, говорил, что, разумеется, это и хорошая игра актеров, ну и замечательная работа гримеров, безусловно. Подвиг, который совершил Костя Капский, исполнитель роли Пашки, то есть то, что парень согласился постричься не просто на лысо, а если вот вы внимательно посмотрите, у него как бы специально машинка неровно выстриженная, и вот это вот седое пятно, для меня был очень важен вот этот как бы акцент, что мальчик там свои 12 лет он начал сидеть. Вообще, Костя оказался на этой картине случайно. На пробы он пришел вместе со своим братом-близнецом, но они вот такие близнецы, которые на самом деле не похожи, я забыл, как это называется, и вот брат его страшно хотел сниматься, но как-то вот не приглянулся. Костя просто за компанию зашел, и мне страшно понравилось, причем, я говорю, мы отчаялись уже найти исполнителя в Москве, мы искали по всем театральным студиям, через все возможные там детские кастинги, и мы не могли найти русского мальчика. Немецкого мы нашли гораздо быстрее, и в итоге, отчаявшись, мы уже поехали в Минск, надо было начинать подготовительный период, и я попросил, чтобы организовали пробы в Минске, и вот среди минских мальчишек мы нашли Костю. Петр и Павел, они немножко вот символичны, точнее очень символичны для людей православных. Это было случайно или это осознанный выбор? Дело в том, что в первоначальном сценарии ничего подобного не было. Русского мальчика звали Васька, Петера звали Петер, да. И когда я прочитал этот сценарий, он мне понравился своей историей. Я в ней даже увидел что-то, знаете, такое платоновское. Если вы помните вот этот знаменитый его рассказ про русского и немецкого солдата, которых завалило в землянке. Очень похожая как бы история. И единственное, меня не устраивала, знаете, вот архаика, да, потому что самое дорогое, что было у нашего старшины, это партбилет. И вот именно партбилет он мог доверить мальчику для сохранения. И еще очень важный момент, с которым я был категорически не согласен, когда приближались немцы, эсэсовцы. Старшина доставал гранату, вручал ее мальчикам и говорил, идите убейте. Вот в нашей истории, в сегодняшней, старшина на просьбу мальчишки, дяденька, дайте автомат, я сумею, я смогу, дяденька отвечает, негоже дитям кровью мараться. Вот для меня это принципиальная позиция. А вот в прокате удалось собрать хотя бы половину средств вложенных? Насколько я понимаю, что никакого проката официального нет. Мы с коллегами вот на одном из последних фестивалей, общаясь, вообще высказали такую мысль, что для наших картин единственная прокатная судьба это как раз участие в фестивалях. Да, вот на фестивалях залы битком, подходят люди, реально реагируют, просят дополнительные сеансы. Просит, вот я был в Обнинске на православном фестивале, и помимо показа в Обнинске меня попросили, и я повез картину в Жуков, это родина маршала Жукова, вот этот мемориальный комплекс, у них есть свой киноконцертный зальчик небольшой, очень уютный, и там мы показывали картину для местных жителей, и детей, они учеников привели в местных школ. То есть, не телевидение? Нет, я про это, к сожалению, ничего не знаю. Мне сложно представить эту картину, например, в сетке каких-то наших центральных каналов. Ну, серьезно, сложно, поскольку я довольно много работаю для телевизора, снимая сериальную продукцию, вот и я немножко представляю вкусы продюсеров, заказчиков. Там много умных людей, я бы даже сказал верующих людей, но то, с чем они имеют дело, иногда это называется рейтинги. И, наверное, остановимся, больше не будем эпитеты подбирать. Их аргумент очень простой. Публика это не захочет смотреть. Понимаете? Кто им это внушает, объяснить невозможно. Люди абсолютно уверены, что они знают, что должны смотреть зрители. Ну, как вы считаете, вообще в стране будут какие-то изменения? Я думаю, вот я сколько вообще есть, может у меня такой круг общения. Но все примерно говорят одинаково. Вот будут ли когда-то перемены к лучшему? Знаете, у меня зимой был такой период простоя. И, с одной стороны, страшновато всегда остаться без работы, с другой стороны, это время, когда можно почитать книжки. И я вдруг перечитал Чаплина автобиографию. Он пишет о смене эпохи. То есть, когда уходило немое кино, на смену приходило звуковое. И все, что вокруг этого происходило. А для него это, в общем, такая трагическая полоса была. И я, читая все это, вдруг понял. Вот то, о чем он пишет, это ровно про наш день. Значит, это уже было. Значит, этот период, конечно же, пройдет. Его смоет вот этим же информационным потоком. И, ну, как всегда, да, после вот должен наступить какой-то катарсис. Понимаете, неизбежно, невозможно все время нечистотами, да, вот, зазабивать. Да, только когда-то надо полить из шланга или метлой. Ну, люди не могут жить в миазмах. Им захочется свежего воздуха. Значит, наступят эти времена, я уверен. Юрий Юрьевич, спасибо огромное Вам за оптимизм. Я думаю тоже, что в России культура через телевидение, через кино будет меняться к лучшему. Она будет тянуть вверх, будет больше духовности, будет больше положительных примеров. Как и в Вашем фильме про Петра и Павла, когда детская дружба, детская искренность, детская наивность, они стоят выше каких-то понятий, как фашизм, коммунизм. А такие понятия, как детская дружба, музыка, они объединяют и они делают мир чище. Спасибо Вам огромное, что Вы были у нас в студии. А в студии у нас был Юрий Юрьевич Попович, режиссер и соавтор сценария к фильму про Петра и Павла. Спасибо Вам огромное.